Да, 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 да. Не-не-не, не руки, спина. Ну, а что ты хотела? Ты, как говорится, доживи до моих лет. Я думал, ты скажешь, я однажды дожила. Так, давай немножечко вот с этого, пускай тут и не будет видно, но я вот так вот подобью, просто чтобы было, куда я прошел с пультом и все, я ушел. Давай знаешь, как сделаем? Тогда вот сюда вот отойди и просто пройди через весь кадр. У меня фокус все равно будет на одном каком-то месте, то есть и мы этот клочочек возьмем. Так, и поехали еще один раз. Нет, отойди назад и пройди вперед. Ага, вот так, поехали. Ага. Есть. Из кустов? Нет, из кустов-то я хотел снимать, понимаешь? Из кустов, да, из кустов я хотел снимать, а ты просто... Сейчас мы просто возьмем и начнем импровизировать, да? Наконец-то начнем делать то, что должны были. Можно пройти, я просто здесь на сяду, хочу что-нибудь на нем делать, вот это все стандартно. Да-да-да, развалюсь так, развалюсь так. А тебе главное подошки снять, потом еще куда-нибудь снять, в общем, все же просто, думать не надо. Сейчас красивенько только сделаем, чтобы тут естественный, тут вот приглушим. Я думаю... Опа! У меня это пройти можно? Не, я просто, знаешь, сейчас это пойму, как это все по цвету у нас. Потому что мне тоже, знаешь, самое главное, это, короче, чтобы с цветом, со светом было все прикольно. По этой причине, да, по той же? Чтобы с цветом, светом не было проблем. Ну, тут как бы все, ну, тона стандартная, белая, черная и бежевая кожа, розовая, красная, грубо говоря. Угу. А когда ты снимаешь консервы на эволюции, там тут на улице все здесь красные, здесь фиолетовые, здесь синие, и тут вот так. Что то, ну, все решаем. Что то, ну, что мы все решаем? Маленький, нюхм... Треть. Маленький, нюхм... Маленький. Маленький и малький. Маленький. Давай тогда, ты сейчас как раз так привалилась нормально, то есть ножки одна чуть дальше, одна чуть ближе, на носочек, немножечко так это как бы подвыгибаешься на этом кресле, с руками, да, одна рука, наверное, вот здесь где-нибудь на бедро, или вот как, да, вот левая рука, где сейчас есть, вот, а правой рукой просто вот как раз себя чуть-чуть щекотнешь, живот как раз втянется, вот это вот, не-не-не, не парься, у тебя его нет, просто я имею в виду так это, ну, аккуратненько, и мы это аккуратненько попробуем также аккуратненько снять, но я вообще ни за что тут не отвечаю, нет, моей спине капец, это все, это уже гарантированно, поставь, пожалуйста, пальчик возле пупка, потому что, если бы мы снимали на Соньку, даже вот на ту, которая там нас стоит снимает, у меня бы был автофокус, а здесь бреюсь я, не автофокус. У Джуки тоже нет автофокуса, поэтому он там бегал, ну, у него, правда, на весе прям 500. Вот, сейчас попробую немножко тебя про, давай, провести, и поехали, плавненько. Так, давай еще разочек, потому что одному богу известно. Поехали. А все, сейчас мы от нее избавимся, не парься, нам несколько кадров с рубашечкой снять, просто для того, чтобы было поразнообразнее, а иначе получится, как ты говорила, ну, она, скорее всего, она не научит, как я говорю. Типа, ну, я к тому, что, типа, походила там, и все, и вот. Так, ты будешь снимать ее где, ты мне скажи? Вот, вот здесь, вот здесь. Я просто, чтобы, все, 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 я, чтобы это, не профукать тот момент. Так, я снимаю, и поехали. Можешь откинуться, и как бы, да, вы расслаблены, как это. Пишем. Не-не, ты знаешь, как сделать, просто, накинь еще раз, просто с плеч, скинь, вот именно, знаешь, сам фрагмент вот этого действа. Действо. Я. Ну, да, окей, лингвистика, типа, не мое. У меня жена все время за это. Когда я говорю нерусские слова. А там ты, сука, с украинской, с шуей полностью? Да, да, конечно. Или же там откуда-то. Откуда? Я похож на кого-то откуда-то. Я не знаю. Сейчас, сейчас на сколько людей вот. Не-не-не-не, ты с шуей, конечно, ты что. Ты не слышишь специфический диалект? Ну, это Иваново, это Иваново. В шуе даже так не говорят. Ладно, все, поехали. Не-не-не. Так, а, мы сразу отсюда, да? Слушай, вот был классный кадр, все, я, кстати, снимал. Идеально. Ну, как всегда, если пытаешься снять что-то серьезное, получится комедия. Это наш случай, да? Нет. Все, давай, расслабься, можешь, опять же, чтобы тебе было реалистичнее, откинуться и стартануть. Ну, короче, смотри, вот стандартный, грубо по рефу, да? Опускаешь ее вот так вот на уровень бедер. Не-не-не-не. Ты несколько шагов делаешь и прям отпускаешь ее. Мне главное поймать и как ты идешь с ней, и как отпускаешь. Потом снимем кадр, как она у тебя там на пяточке сзади там падает, куда-нибудь. Давай плавненько, сейчас мы, когда я тебе скажу, ты делаешь пару шагов на носочках вперед и отпускаешь эту рубашку. Если ты отпустишь, она упадет, правильно? Да. Поехали. Стоп, стоп, стоп. Не могу понять, где в этой бесовщине фокус. Вот он. С ее пяткой прижму. Коленкой, да. Коленка это не пятка, ты права. Вот. Смотри, пол шажочка назад делай. Ты уйдешь в расфокус. И делай этот первый шаг и сразу ее сбрасывай. Класс. Все. Блин, ты, вот это круто. Понятно, что ты понимаешь, да, слово, это, это хорошо. Ну, это опыт, да. Ну, вот видишь, у меня привычка работать с людьми, которые вообще, брат. Поцеловать кого-то. Поцеловать. Вот жених с невестой. У них сегодня свадьба. Они живут вместе, там, я не знаю, сколько лет. Вот просто, вот, просто аккуратненько и поцелуй, там, без всяких этих спецэффектов. Либо же, да, наоборот, вот эти начинаются языки, там, и все остальное, что на свадебном видео считается прям таким даже кварточком. Даже сейчас, вот до сих пор. Ай, смотри, Влад. Короче, ты, значит, идешь. Вот это вот. Я обняла. Да. Волосы скидываешь вот на эту сторону. И вот как-нибудь вот так вот. Ну, я... Это самое, это самое стоп-слово. Слово сексуальное его вообще нельзя произносить, потому что оно все сразу... Да, ну, то есть, типа, как сказать-то, оно, оно вроде объясняет, что надо сделать, но по факту максимально вообще не объясняет, как надо сделать. Ну, я знаю, как это делать. Вот, к тебе это не относится, видишь? А на самом деле, типа, ну, людей там, не подготовленных, ступор поставить. Сами, пожалуйста, сюда. Давай посмотрим, как ты будешь это выглядеть по свету и... Че, 20-летняя, 20-летняя старость у нее, посмотрите. Вы посмотрите, я бы постыдился в моем присутствии такие вещи вообще говорить. Не прошлось 40 минут, а мы готовы уже к этому кадру. Я так была готова изначально. Мне хоть раздеться без разницы, что делать. Ну, согласись, если мы просто разденемся, то, ну, ничего не снимется, все равно ничего не произойдет. Так, короче, ты подходишь, сюда встаешь. Я снимаю сейчас именно этот кадр, как ты сюда, именно раз там, волосики, хоп. И причем, скорее всего, именно волосы уже, наверное, крупное лицо. С того ракурса я сниму уже, ну, покрупнее, чем вот этот. Это такой более... Постараюсь поймать все. Я пройду с бедром. Я вот у меня сейчас вот белье у тебя прямо все в этом. Короче, в пикинге. Пойдем. Да, 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 аккуратненько. Пойдем, пойдем, пойдем. Так, Влад, все. Можешь для реалистичности, вот сейчас прямо на глазу фокус, финал вот того движения, когда ты волосы убираешь, и вот этот взгляд, который ты так и сделала в камеру, так же его сделать. Я понятно объяснила, нет? Только ты уже подвигалась, и я не знаю, где фокус. Ну, ладно, я накину на тебя. Ну, вот, давай. Но ты же повернешься на меня? Ну, вот. Ага. Поехали, давай. Так, давай еще раз с расфокуса сделаем, поинтереснее. Все, сейчас спина лопнет у меня просто. Давай, поехали. Класс. Класс, это было, ну, это было мило. И вот эту картину, карту мира покажем обязательно, пока еще я ее не снял ни разу. Страшно, что это такое, и для чего это надеет. Интересно, что это? Ну, это говорит, наверное, о уровне развития людей, типа, или... А вот это что значит? Что это значит? Решайся. Что это значит? Ну, это кредо жизненное. Вот. А почему люди спрашивают, что это такое? И зачем? Так это говорит об уровне, типа, людей, а там он самолет, типа, ну, там, туда-сюда, путешествие. Это мечта. Да. Это действует, например. Ну, это все логично. Да. Ну, типа, капец, как логично. Ну, ладно, все. Может быть, просто у нас есть мозг, а у людей оставшихся его нет. Не люблю эти общественные кровати, но они всегда что-нибудь лежат. Болоси, чьи-нибудь, локти, зубы. Все, что угодно может там на них быть. Так. Сейчас прямо по тебе вот так вот, наверное, попытаюсь от плечика и докуда получится. Докуда сил хватит провести. Ты просто можешь так вот выгибать спинку, ну, что-то делать. Поехали. Ты поняла, да? Я пошел. Короче, вот так же ты прогнулась и вот так вот, короче, сделаешь. Я буду снимать оттуда вот этот вот кадр. Потом снимем, опять же, волосики все на одну сторону. Твое лицо, милое, и вот это вот все. А бедра приподними сзади выше, чем уровень. Я буду. Все. Я могу сказать, Влад, короче, прогнись вот так. Я все поняла. И потащи за собой. Блин. Поменять, что ли, ракурс? Хотелось бы перевернуться, что ли, на этот край кровати. Конечно, будет нелогично, но, насколько я смотрел такие видосы, там люди вообще нахрен не соблюдают все это. То есть, где у них до этого было, где до того? Ты можешь снять так, чтобы, ну, вот это не было видно, и непонятно, как кровать стоит. А наша белая, и с этой стороны, и с этой стороны. Ну, да. Ты снимал меня, кусок меня, и как бы непонятно. Ну, и все. Здесь вообще шикарные кадры, кстати. Даже без какого-то, без регистрации смс. Там прям вот. Да, что это? Да, 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 да. Интересно, мы звук-то пишем? Все, да? Раз, 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 один, два, раз. Кинтабрас. Угу. Все. Так. Что я хотел делать? Вот это, да. Ты прикинь? Это я... Нет, это я, на самом деле, опустил стабилизатор и нажал. Аж свет погасил. Так, пиви. Давай сначала ручки. Это, наверное, будет у нас ширик. Я сфокусирован, как никогда. Ты их чуть-чуть к себе будешь тянуть, да? Да. На основном тело передняется, потому что это очень... А, так, давай еще разочек. Ты приопустись, да? Нет, не подтягивайся. На вытянутых руках просто позжимай тогда это место. Я покажу вот руки, как они сжимают этот. И потом так чуть-чуть приподниму, и там должно быть видно бедра. Поняла? Я готова. Все, супер. Вот, просто позжимай их так. Позжимай, поехали. Вот я наконец-то нашел тот ракурс, который я хотел. Скинь все волосы с лица, лечика. Посмотри на вас. Есть. Я думаю, достаточно. Хотя я тренируюсь только на руках, я стою на руках, на локтях, на голове. Слушай, если мне будет грустно, я сделаю нарезку, я тебе пришлю. Не нарезку нормальную, а нарезку вот такую, вот оттуда. Ну вот такой вот кадр, блин, сделаем сейчас. Если сделаем. Если я не рассыплюсь, то мы его обязательно сделаем. Давай попробуем, поехали. Потяни прям вверх за оба края. Готово? Просто со стороны в сторону давай, давай, давай. Покрути волосы. Посмотрим нашу сторону. Вот так вот, да, вот сейчас было круто. Влад, повтори еще разочек. Кстати, вот это мы снимали сзади, а вот это спереди, если ты на коленочках, вот я это имел в виду. И прям за эти, за лямки потяни, как будто ты их тебе знал, что хочешь одеть. Я говорю, что надо перевернуться просто, чтобы спереди. И несколько ракурсов еще спереди сделаем. Вот такие вот вроде. Мне тоже вот так вот. Да, кстати, да, и поэтому, как его. Хотелось вложения, да, черное белье, как бы, ну, то, что я там вижу, да, примерно, оно. Так, за ртом вот у меня таких крупняков не было, типа, лежа его сделаем. Ну, не знаю, как тебе это нормально, рот мой. Нормально. Он просто малый тут прыщик. А, ну, ты все заморозил. Вот посмотри на нее, ты думаешь, она на самом деле вот такая? Она, 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 она нормально, она нормальная, но это еще и фотка-то куча. Но все равно здесь тоже. А это фотка, это так ужасно, так точно? Это видео, ну, наверное, да. То есть он, скорее всего, не обрабатывал. Ну, типа, знаешь, это же, типа, реализм, там, туда-сюда. Многие любят, чтобы не было вообще вот этого вот замыльного, вот про то, что ты. Вот, кстати, тоже красиво всегда это смотрится. Давай сейчас лежа несколько вот этих ракурсов уже спереди тебя. Так. Это коленка так хрустнула. А? Коленка хрустнула? Нет, это я вот так вот сделал. Вот так. Просто вот подъем засчитан. Это, это у тебя коленка так хрустнула. Она бы могла хрустнуть, но уж не с таким звуком. Это мой протез, слышишь? У меня старшая такая, все, а все. А я тебе прям встал, старость пришла? Так. Не, ну, в прошлом году я ощутил годам урон-то. Да? Тридцатник, да. Это прямо это. Я не хочу тридцатник. Я двадцать не хотела. У меня двадцать венчатый год. Я даже за два месяца до этого начал ходить в тренажерку, там, как раньше. Я вообще физрук. Как бы, по этой, по профессии физрук. А-а-а. Я, да. Ну вот, так что... Я менеджер в профессии. Так что я шарю. Зарабатываю в отеле на большую часть. А вот это вот... А как думаешь, лучше ноги вот именно вширь или чуть ближе их поставить? Не совсем близко. Вот на таком вот и подняться на них немножко. И смотри, одновременно с поднятием и вот натягиваешь вот это. И прогибайся, твой животик втягивай, вот это все красиво. Но чуть-чуть в сторону света. Вот так вот. Прогибайся, ты с орудием неожиданно не станешь. Не-не-не, делай так, как тебе. Вот так. Вот, шикарно слышать. Давай-давай так. Это вам не было же просмотреть. Да, так, смотри, сейчас. Как я заколебался, да. А-а-а-а. Так, и поехали. Ручки давай, раз уж мы тут, я приперся. Давай-давай-давай. Давай-давай-давай. Ручками вниз, поехали. Да, волосы убери. Аккуратно расслабленные пальцы, губы не оттопыриваешь сильно. И ты просто в этот момент, когда я тебе... Да-да-да-да. Когда я тебе скажу, ты просто возьми и сделай глубокий выдох. Поняла? И это как бы... Это просто выдох с приоткрытым ртом. Это расслабит как раз губы. И они реалистично будут. А то всегда пытаются все. А не пустим. Да-да-да-да-да-да. Должен было ты снял. Ты снял. Привстань, голову отогни и опустись на нее. Смотри, что получается. Появилось это... Все, теперь опусти плечи. Вот, все равно уже появилось это пространство немного. И ты просто одной ручкой возьми и вот так вот от носа вот так вот проведи и вот так вот на шею. Все, наконец-то я объяснил, да? А то я тоже бестолковый. Поехали. Приказал долго жить. Первая батарейка. Ну, вот, кстати, если мне нравятся дома в камерах, то, что посмотрите, что это очень. Если моя камера, я могу дня три не заряжать. И фотка. Ну, фото. Фото это вообще, да. Ну, допустим, я снимала на вторую сольку. Ну, там камера включена на 500. Давайте в новую. А ты вообще видишь, на что я снимаю? Вот это не ее. В ней батарейки от Кэнона, кстати, LPE6. А вот эта вот штука, она сколько там? 6-600 тысяч миллиампер часов. Это как пауэрбанк здоровенный. И вот сколько мы с тобой снимали. Полтора часа. Все, привет, до свидания. Так, ну давай. Благо они у меня есть как бы. И это вообще не проблема сейчас. Но последний кадр, наверное, про... Про Е. Ты вскочишь так, как будто у тебя чайник закипел. Я это встакиваю. Так, ладно. Я никогда не встакиваю. Все, я понял. Это не твой вариант, да? Да. Ну, смотри, я могу лежать, а потом так потихо в русский. Надо было снимать, а я просто сидел и это... Щелкал, щелкал. Щелкал. здрасте стишок может расскажешь от работаешь смысле ты работаешь на работе или а чё чем занимаешься по жизни вообще помило всего ничего себе это вообще что а кайф вообще работа для этого для пандемии для пандемии и ленивых ну это в принципе все да это уже два года уже не работает ну мы сейчас еще финал запишем на флешку в другом разрешении прозву не в другом разрешении в другом качестве не в ролл ничего страшного заодно и сравнивать насколько она сильно отличается на самом деле не особо дару он просто дает возможность на посте там iso подправить баланс белого подправить безболезненно ну да 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 то есть по видео то же самое то есть по сути это ролл видео это как секвенция фоток в роу то есть ну капец и по размеру и по всему остальному влад смотри получается что вот где-нибудь отсюда ты пойдешь спокойненько потому что я не успею с тобой как стопа фокусного возраст там невозможно уже крутить быстро моторик который страдает вот ты значит делаешь пару этих шагов в процессе вот здесь вот вот здесь ты должна остановиться ты вот это скинула и того я своей косой там тимашу короче косичкой окей все ради искусства давай может быть как-то к столу и что-то со столом вот теперь я не буду короче ограничивать давай импровизировать со столом ты подойдешь столу смотришь в окно такая типичная женщина разделась и подошла к окну смотреть в окно я не знаю я не знаю ситуации которые это было бы необходимо ладно наверное мы закроем эти темы давай все я понял кончилась ssd так вынимаем ее у меня камеры то пишут в простые кодеки там типа 100 гигов ну тогда я короче такой с карты мира и я тебе говорю и ты раскрываешь его сейчас ведь я скажу дай красиво красиво в третьем пишем вот в общем-то съемочка это подошла к концу самое главное самое главное все идет по кайфу когда когда модель знает что делать когда ты ни хрена не знаешь да и вы такие о сейчас мы придумаем сейчас мы придумаем ладно это все детали самое главное что я хотел сказать с black magic am вышел какой-то косичок я 33 батареи все потратил то есть две больших и клевки одну маленькую певку она их разряжает просто в хлам ну с первой мы где-то полтора часа продержались поставил вторую она сразу села поставил третью на сразу села походу они были не заряженные толком в общем то собственно и все что я хотел сказать все самое интересное было в середине этого видео бывайте ну что ж ребята я надеюсь что вам понравилось то что вы только что увидели там я как вы поняли снимал все со штатива меня снимала вторая камера sony альфа 6400 весь этот бэк был просто статичным на мне висела петля чтобы хоть в какой-то степени записать все наши разговоры и поэтому я максимально их ставил всякие там шутки прибаутки какие-то косячки как там что получалось не получалось как кто-то друг на другом подшучивал наверное я думаю что это будет интересно посмотреть тем кто также готовится к подобной съемки и вот я бы не назвал это каким-то пособием по съемке подобного видео но как минимум посмотрев вот этот вот длинный бэк вы уже будете иметь полное впечатление о том что же вас может ждать но опять-таки это только при условии что вам попадется такая же активная и все знающая модель и еще один момент многие сейчас скажут что это все и я об этом говорил тысячу раз прямо во время самого бэка что взяв мою сонку например 6400 на которой я снимаю можно было снять все то же самое гораздо быстрее проще и легче и да я скажу вам на все 100 для подобной съемки автофокус это просто мастхэв какая-то легенькая простенькая камера с автофокусом это блин реально мастхэв когда ты можешь вот практически никакие из твоих кадров не пойдут в мусор и все у тебя получится здесь же мне было максимально сложно когда она пытается делать какие-то движения мне приходится отдаляться ближе поближе подальше я пытался работать фоллофокусом то есть на стабе у меня стоял фоллофокус и это у меня даже получилось то есть все кадры что вы увидели это как раз таки те кадры которые были четко фокусе где я все поймал и словил но во всем остальном конечно это максимально сложно и неудобно и поэтому вот для такого вида съемок если у вас даже какая-то a7 3 у вас результат получится гораздо лучше то есть вы спокойно быстрее и качественнее все это дело снимите и я в этом полностью отдаю себе отчет этот ролик снимался на black magic только в рамках тестирования в рамках вызова какого-то самого себе в рамках того чтобы показать и продемонстрировать вам что вот 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 как бы вот так вот можно тоже попробовать чисто теоретически но все это конечно же какие-то костыли и по сей день для меня black magic это та самая камера которая за минимальный прайс позволяет вам снимать в роу вот только и всего минимальный прайс роу это и есть black magic pocket cinema камера 4k но а так если перестать придираться ко всяким вещам то конечно же это прекрасная камера и я не разделяю риторику тех людей которые подносят их на чем свет стоит и да это мое личное мнение я надеюсь что это видео было вам полезно ребята и прямо сейчас не переключайтесь я покажу вам финальный результат нашего видео ну и на этом я с вами прощаюсь вы были на канале баджет филмейкер приятного просмотра пока а а а а а и и и Продолжение следует... Продолжение следует...